Вот ребята, просто-напросто, кому нравятся обычные голды, лечащие сверху, как обычный голдик, и кому нравится Хэллоуин, поставьте лайк данному ролику и напишите в комментариях, мне нравится обычный Хэллоуин. Давайте посмотрим, сколько нас. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайтер, и сегодня мы с вами будем записывать видео по поводу Хэллоуина, и по поводу моей вообще нелюбви к этим метеоритам, почему я вообще так негативно к этому отношусь, и большинство людей также к этому хреново относятся. Вот, это будет видео записано специально вот для такого вот плана, потому что, блин, ну, действительно, как бы много людей меня спрашивало, и, соответственно, сейчас нужно это уже рассказать, да, показать и именно объяснить всё это на примере. Ну, думаю, чтоб, опять же, было для общего, так сказать, развития, для понимания вообще всей темы. Вот, и опять же, сейчас, ребята, будут всякие вставочки, будут вставочки у нас с метеоритами, и будут вставочки с прошлого Хэллоуина, и такие Хэллоуины, они были постоянные, то есть они были всегда такие, они были крутые. Они были клёвые, они были интересные, и вот сейчас, как раз-таки, наверное, наступает тот момент, когда уже стоит переключиться на эти ролики. В первом фрагменте я вам буду показывать, что вообще у нас происходит именно с метеоритами, то есть как они берутся, в каких случаях это всё происходит, и я, опять же, старался там много выбирать фрагментов, там, где у нас не берут это всё дело читачки. То есть, если, как бы, всё чётенько, то эти метеориты берёшь, как бы, ты, если всё не чётенько, особенно на мелких и не очень таких звонках, то эти, как бы, голды берут читаки. Что, согласитесь, не очень-таки сильно приятно, и, как бы, меня это вообще никаким образом не устраивает. Но, тем не менее, как бы, находятся всё равно такие люди, которым нравится эта тема, и, в общем-то, обалдеют они от этих самых метеоритов. Я, в общем-то, ребят, ничего против этого, как бы, не имею. Это очень, наверное, здорово, круто, и действительно, наверное, интересно, что вам всё-таки нравятся эти вот метеоритики, и вы, как бы, от них получаете действительно истинное удовольствие. Но, давайте смотреть объективными, в какую вообще тему водились эти метеориты. Метеориты у нас водились, как раз-таки, на День космонавтики. Это было актуально, это было интересно, и, в принципе, ну, как бы, логично. День космонавтики, метеориты, это всё сделали ещё под голды. Вроде как, даже неплохо, вроде как, даже интересно. И, как бы, многие, в том числе и я, действительно, как бы, от этого кайфанули, потому что, ну, как бы, действительно годная такая тема, которую, как бы, замутили, вывели разработчики, придумали. Это, да, это было круто, это было интересно, это было здорово. Но, вот, как раз-таки, и сейчас, наверное, или когда, я там уже, не знаю, наверное, буду просто так монтировать и вам показывать фрагментики с Хэллоуина, которые, как раз-таки, мне нравятся фрагменты. И, именно, сами, сама суть этих голдов заключается в том, что, блин, ну, это тыковки, тыковки, как бы, у нас просто медленно падают. Это всё было прикольно, интересно. То есть, из года в год были, как раз-таки, вот эти самые голды. Вот, плюс ко всему, кто помнит последний праздник, который у нас был в Танк Онлайн, где, как раз-таки, водились вот эти метеориты. Я имею в виду такой крупный, да, праздник, из-за которых у нас, ну, вроде как бы, многие возвращаются в Танки Онлайн. И многие знают, что сейчас будет, действительно, как бы, кайф, и трафик в эти дни наливается просто вообще бомбически. Это был Новый год. То есть, на Новый год, что у нас было? У нас были повышенные голды, и у нас, опять же, состоялась такая тема, что, заместо вот этих самых голдов обычных падающих, были сделаны метеоритные. Метеоритные ёлки, мать его, с неба падают ёлочки, как бы, мы их ловили, мы этим радовались, и вроде как, всё тоже было неплохо. Но, наверное, опять же, многие вспомнят тот факт, что в эти дни, то есть, в этот промежуток этого времени, было просто какое-то нереальное количество читаков, ну, которых, по факту, вычислить достаточно сложновастенько. То бишь, ну, он там где-то стоит, чё-то как-то, где-то чё-то делает, и берёт этот ящик. Первые, как раз-таки, такие фишки у нас заключались в том, что, большую вообще степень, я не знаю, там, сколько процентов использовало, как раз-таки, вот этот чит, но заключался он в том, что у некоторых игроков не было отдачи на этом самом, как раз-таки, голде. И, согласитесь, это уже, чёрт возьми, нечестно. Это уже как-то не очень круто, и условия неравные прям вообще. То есть, если, как бы, ты стоишь, и тебя даже откидывает, ты, в общем-то, не берёшь этот золотой ящик. Если тебя не откидывает, ты берёшь этот золотой ящик. И многим даже не нужен был спидхак, там, опять же, я там козырялся и говорил на тему того, что, вот, блин, как раз-таки на этих метеоритах была куча спидхакеров, и они, там, не банятся практически. Нет, спидхакеры, как раз-таки, банятся, и банятся довольно-таки неплохо, вот. Вот, но вот ту фишку, которая заключается антиотдачей, или как я это, не знаю, как это ещё назвать, наверное, антиотдачей, потому что, ну, типа, если тебя не откидывает, да, никуда, и ничего не происходит с тобой, это, как бы, ну, вообще ни разу не круто и не кайфово. Но, тем не менее, как бы, вот, эту тему использовали просто, я не знаю, ну, поголовно практически все. И даже на легендах такая тема использовалась, и, ну, везде практически. И самое, что интересное, что ты хрен докажешь свою, как бы, правоту в том, что это, как, действительно, читак, и он просто-напросто не отталкивается вообще ничем и нигде. То бишь, у нас, получается, такая тема, что не всегда ваншотится танчик от, как раз-таки, того самого метеорита, но, в большей степени, если ты даже не ваншотаешься, то тебя просто подкидывает, как собаку ту последнюю, и ты, вроде как, улетаешь, и голдик достается нормальным типам, которым просто-напросто повезло. Вот, мне тоже иногда так везло, что меня не откидывает, но это, как говорит, случай рандома, и там всё происходит, грубо говоря, так же рандомно. Вот, но у таких человеков всё происходит на постоянной основе. То бишь, они просто катаются, они просто ездят, и их не откидывают. А если вы, ребята, даже играете там на Мамонте, допустим, с тем же самым дроном, которым я играл в самом начале данного ролика, то есть дрон называется Спасатель, всё равно, как бы не так, тебя где-то может откинуть, чтобы скорость была. Ты можешь на голде взять, ну, на голде встать, но в некоторых случаях, опять же, тебя просто-напросто с этого голда нафиг откидывает. Вот, и остаётся, как бы, у таких людей единственный случай применить овердрайвы на как раз-таки Мамонтах, потому что на Мамонте это вроде как встал, овердрайв заюзал, и тебя вроде как никуда не отлепёт твои, да? Но, опять же, много голдов с этим овердрайвом ты не возьмёшь, потому что его сперва нужно нафармить, а если там будут какие-нибудь у нас иксы интересные, но это как бы один голд максимум в битве. И то не факт, потому что также я больше чем уверен, что будет дофигища как раз-таки Мамонтов, которые также будут пытаться на своих овердрайвах взять вот эту тему. Можно, опять же, сказать, потому что, блин, такое бы случалось у нас и как бы с обычными голдами. Вроде как бы, с одной стороны, да, но с другой стороны, думаю, что, блин, голд, он просто-напросто будет лететь, и в большинстве своих случаев челики бы на Мамонтах, они просто-напросто не успевали там где-то. Где-то можно там ещё что-нибудь интересное придумать, где-то можно просто-напросто увидеть Мамонта и начать его калашматить. А на Метеорите ты как бы особо это не сделаешь, потому что ты знаешь, если ты сейчас с Мамонтой этого начнёшь калашматить, он тебя начнёт калашматить, и в итоге на вот этот самый Метеорит, да, ты либо свой овердрайв просрёшь, который тебе даёт, ну, грубо говоря, бессмертность на этом Метеорите, либо там ещё что страшное случится, тебя просто-напросто сольют, да, И ты вообще даже не успеешь за него побороться. А как бы на таком обычном голдике всегда, ну, вроде как бы интересно было. Но, опять же, это такая, знаете, маленькая особенность, почему вот для меня именно обычные голды лучше как раз-таки вот этих санных метеоритов. Вот, еще у нас фишка заключается в том, что как раз-таки меня просто-напросто заколебали эти метеориты на любые абсолютно праздники. Но это реально уже, это неинтересно, это скучно. И придумайте, боже мой, что-нибудь другое, что-нибудь новое. Там, ну, я бы даже был бы не против, если у нас как бы эти голды падали опять в виде тыковок. Хоть это и надоело, но это все-таки делается один раз в год, и это все равно интересно. Тыква, это нормально. Ракета, это плохо, хоть и ракета будет новая, да, там и лететь с какого-то там, я не знаю, хер пойми расстояния. И, опять же, расстреливать там каких-то челиков, которые зазеваются, как-то мы говорили. Вот, это вообще тоже ни разу не круто, мне интересно, мне это не нравится. Вот, и плюс еще к всему, все-таки сохраняется и хочется сохранить ту самую атмосферу. Потому что абсолютно все хэллунах у нас падали как раз-таки вот эти обычные голдики. И, как бы, обычные голдики у нас, ну, то есть, я фиг его знает, как это объяснить. Ну, обычные голды именно вот в этот праздник, они должны быть обычными. Просто, чтобы, как бы, они падали сверху. И никакие вот метеориты обосланные этого вообще ни разу не исправят. Потому что метеориты, если честно, начинают... Да не начинают, они надоели уже на второй праздник, как их делали. Серьезно. Вот, напишите, ребята, обязательно в комментариях, когда вам надоели метеориты. Серьезно, как бы, один раз их вели, было круто. Было интересно, я порадовался, я реально, как бы, от этого кайфанул. Когда уже второй раз вводили эти метеориты, вообще полнейшая и тупая скукотища. Я, вроде как, сперва заждал, вроде как, сперва даже жаждал, чтобы эти метеориты опять появились. Но, вроде как, на следующий, на тот праздник это было круто, это было интересно. Но, в итоге, потом, как ввелись эти метеориты, я понял, что это опять та же самая тема. И, что мне эта тема уже вообще никак нигде не интересна. И, как бы, нужно брать и придумать, и делать уже что-то другое. Потому что это уже, грубо говоря, изжило себя, и мне это вообще ни раз не зашло. И, опять же, из, так сказать, года в год на каждый праздник теперь будут сувать, как говорится, вот эти метеориты. Один раз Орех это все дело придумал, и теперь, как бы, каждый праздник будут какие-то интересные метеориты делать, да? В скобочках, естественно, интересные. И вводить какие-то просто-напросто текстуры на это все дело. Ну, не знаю, мне не нравится, опять же, это, ребят, чисто моё мнение. Своё мнение вы обязательно можете высказать в комментариях к данному ролику. И вот такие вот дела, вот такое видео у нас получилось. Поэтому, кому оно понравилось, обязательно, ребята, ставьте свой царский лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Ну, а с вами был Вайдер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok